Полиция разыскивает жителя поселка Мирный Александра Чинарова. Утром 25 мая он уехал из дома на своей ладе приори и до сих пор не вернулся. На вид Александру 28-30 лет, рост 176 сантиметров, среднего телосложения на левой щеке под глазом шрам 5 сантиметров. Был одет в военную полевую форму шевронами и знаками отличия черной берцы и форменную кепку. О других происшествиях в Кировской области и других регионах страны в нашем следующем сюжете. Золотая молодежь подмосковного города Чехово провожала своего приятеля в армию со стрельбой из автомата. Шумная компания гуляла всю ночь до утра и соседи вызвали полицию. На вызов приехал наряд ППС. Молодые люди хамили полицейскому, хватали его за лицо и пытались снять маску. Один из них кричал, что у него 100 тысяч подписчиков в инстаграме и полиции он не боится. В итоге они прокололи колеса служебному УАЗику. История закончилась возбуждением уголовного дела по статье «Хулиганство» в отношении одного участника компании. Еще пятеро получат штрафы. На Чукотке задержали мастера коммунальной организации. Его обвиняют в смерти двоих детей. Тела мальчиков 6 и 7 лет обнаружили 13 мая в поселке Беринговский. По версии следствия, днем ранее машинист фронтального погрузчика убирал снег и, не заметив детей, сбросил на них снежную массу из ковша. Мальчики скончались на месте. Обвинение предъявили мастеру, который контролировал процесс уборки. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Спецназ МВД взял штурмом квартиру подозреваемых в краже денег с банковских карт. По версии следствия, злоумышленники рассылали СМС с текстом «Ваша карта заблокирована». Владельцы номеров перезванивали на указанный номер и сообщали операторам свои банковские реквизиты. После чего с их счетов списывались деньги. Рассылку делали с помощью специальной программы, которую разработали двое участников группы. От их действий пострадали около 200 человек. Ущерб составил 20 миллионов рублей.